В Томилине в рамках госпрограммы формирования современной комфортной городской среды на улице Гаршина выполнили ремонт подъездов. Глава округа пообщался с жителями и узнал, довольны ли они работой управляющей компании. Подробнее расскажет наш корреспондент. Покраска стен и потолков, замена почтовых ящиков, осветительных приборов и плитки. Эти работы проводят в подъездах дома номер один на улице Гаршина. Свисающие провода уберут в короба. Лестничные площадки теперь будут выглядеть аккуратнее. Стоит задача до, по крайней мере, до сентября месяца с подъездами завершить и закончить эти ремонты. Здесь есть, скажем, где-то недельное отставание в силу разных причин. Здесь объяснение есть, что провода, слаботочка, они так были проложены. Сейчас эти вопросы поправляют. По ремонту подъездов у жителей нареканий нет. А вот содержание лестничных клеток и дворов оставляет желать лучшего. В подъездах всегда мусор. На лавках шумные компании распивают спиртные напитки. Между шестым и седьмым корпусом, у меня на седьмой корпус окна выходят. Вы знаете, такая грязь, такая грязь. Сереж, Владимир Петрович, я сегодня, если есть время, готов с вами выйти. Эти вопросы мы опять же поправим. Потому что лето, траву надо косить, есть мусор, его надо убирать. Есть вопросы, связанные с содержанием дома. И тоже не везде порядок приятный. Но наша задача – ориентироваться на жителей, с жителями общаться, прислушиваться. Заставлять управляющую компанию, те, кто работает на территории, просто работать. Возле шестого корпуса дома 9А на улице Гаршина детская площадка. Вместо аккуратной клумбы оборваны однолетники, грунт и мусор. Обслуживает территорию управляющая компания – содействие. Мы критику восприняли положительно, мы будем исправляться. Да, реально. То есть проблема такая есть. Потому что действительно в организации очень много людей заболело на момент, к сожалению. Весь июнь. Для решения вопросов администрация округа и управляющая компания составят графики встреч с жителями. Айтадж Чирагова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.